Давиться справедливости получилось только через суд. Прокуратура Ангарска проверила несколько городских школ. Казалось бы, обычная ревизия принесла тревожные результаты. Выяснилось, что почти во всех образовательных учреждениях городского округа нарушали права учеников с ограниченными возможностями. Согласно федеральному и региональному законам, таким школьникам положено двухразовое и, что самое главное, бесплатное питание. Деньги на это должны выделяться из муниципального бюджета. Стоит ли говорить, что дети в Ангарске своих завтраков и обедов не получали? Нет, школьников, конечно, кормили, но за счет родителей. Все это стало поводом для иска в суд. Фемида целиком и полностью встала на сторону прокуратуры. Суд обязал администрацию Ангарского городского округа обеспечить финансирование, а общеобразовательные школы организовать бесплатное двухразовое питание, завтрак и обед для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Конечно, вышеозвученная проблема в Ангарске. Скорее, частный случай. Однако, если углубиться в вопрос школьного питания, то ситуация в Иркутской области пока далека от идеала. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, лишь 80% учеников обеспечены горячими завтраками или обедами. Если в больших городах и поселках питание налажено на твердую четверку, то вот в деревнях и селах все не так хорошо. Дело в том, что блюда там готовят не на комбинатах питания, а в самих школах. Нередко повара нарушают технологии, что приводит к тому, что заявленное меню может не соответствовать фактическому. В случае выявления таких нарушений руководство образовательного учреждения выносит предписание.